Продолжение следует... Наш очередной вебинар нашей предпраздничной недели, которая будет достаточно насыщенная. И, как всегда, несколько вступительных слов перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру. Особенно для тех, кто впервые на наших вебинарах. В самом начале чата располагаются две полезные ссылки. Первый из них ведет на сайт Директ Академия. И в нем, на главной странице, вы найдете расписание всех наших вебинаров до конца учебного года, до конца июня месяца. На каждый из этих вебинаров вы можете записаться, зарегистрироваться заранее, прямо из нашего расписания. Также, прямо в нашем расписании, вы можете посмотреть записи наших предыдущих вебинаров. Записи всех вебинаров у нас ведутся, и они выкладываются на наш видеоканал в Ютьюбе. Вот вторая наша ссылка, это как раз ссылка на наш видеоканал в Ютьюбе, на которой будет расположена запись и этого вебинара тоже. Ну, к концу где-то недели, в четверг-пятницу, обычно я выкладываю все вебинары прошедшей недели. Также я хотел бы проанонсировать три следующих вебинара, которые у нас на этой неделе будут. Сейчас я скопирую в чат эту информацию. Вот эта информация. Завтра у нас вебинаров не будет в рамках Директ-Академии. 26 числа в четверг у нас сразу два вебинара, которые будут идти один за другим. Это вебинары Татьяны Телегиной. Первый из них начнется в 12 часов, называется «Библиография для небиблиографов». «Библиография в помощь преподавателю». И второй вебинар начнется вслед за ним, но в другой вебинарной комнате. Поэтому, если вы хотите оба вебинара посетить, пожалуйста, зарегистрируйтесь два раза. В 13.00, через час после начала первого вебинара, начнется вебинар второй. И это будет вебинар «Генераторы библиографических описаний и ссылок. Благо или зло. Обзоры ресурсов». Таким образом, послезавтра у нас будет, 26 числа, у нас будет такой сдвоенный вебинар, который проведет Татьяна Телегина. Ну и 27 числа, в пятницу, у нас будет очень интересный вебинар, посвященный философии и методологии науки. «Называется он так необычно. Научная истина определяется большинством голосов». Такой вот вопрос, название вопрос. Вести вебинар будет Александр Сергеев, научный журналист, переводчик и член комиссии Академии наук по борьбе с лженаукой. У него очень интересная тема, и я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется наукой, популяризацией, историей науки, методологией науки. Всем этот вебинар посетить он обещает быть очень интересным. Ну что ж, а сейчас я заканчиваю свое вступительное слово и передаю слово Дмитрию Анатольевичу Романову, спикеру сегодняшнего вебинара, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Дмитрий Анатольевич, прошу на связь. Здравствуйте. Спасибо. Я рад приветствовать всех слушателей, которые сегодня присоединились к нам и которые захотели принять участие в разговоре, посвященном вот такой вот теме, которая представлена на экране сейчас. Ну, я хотел бы сразу сказать, что первоначально цель этого вебинара состояла в том, чтобы познакомить работников школьных библиотек с той ресурсной базой, которую наработала отечественная филологическая наука, как в прошлом, так и в настоящем. В прошлом, потому что словари переиздаются, и там год издания может стоять 17-й или даже 18-й, а словарь мог быть созданный намного раньше. Ну, и они продолжают создаваться до сих пор. И ресурсная эта база нужна прежде всего потому, что она используется в учебном, в образовательном процессе. С какой целью, каким образом, вот сегодня об этом мы поговорим. Ну, и, конечно, эта тема представляется очень важной и интересной по нескольким причинам. Принято всегда в качестве первой причины выделять такую государственную задачу, которая обычно бывает сформулирована в каких-то там актах распорядительных и так далее. Вот в данном случае это есть, это приказ Миноборнауки об утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, и вот там среди основных проблем развития школьных библиотек указано в частности, что школьные библиотеки в настоящее время укомплектованы словарными изданиями ненадлежащего качества и нуждаются в совершенствовании порядка механизма профессионального отбора словарей разных типов современного русского языка, а также государственных языков Российской Федерации для использования их в образовательной деятельности. Но это, конечно, очень важно и может быть даже это главное с точки зрения запуска каких-то, ну в том числе финансовых механизмов, дающих возможность закупки этих словарей и так далее, но все-таки это не единственное. Другой причиной является то, что словари действительно являются насущно необходимым ресурсом даже и в современном информационном мире, когда есть интернет, когда есть другие возможности получения информации, тем не менее словари не утратили своего значения по многим причинам. Ну и безусловно важно то, что в словаре, особенно если он является не словарем, а однодневкой, а если за ним стоит многолетний труд большого и хорошего авторского коллектива, если словарь выдержал не одно издание, если он периодически пополнялся, если он усовершенствовался с учетом каких-то пожеланий читающей публики и с учетом тех замечаний, которые к самим себе возникли у авторского коллектива, то это вещь не только чрезвычайно интересная и информативная, но это вещь, наделенная творческим началом и душой, которая для передачи знаний не менее важна, чем достоверная и вовремя поступившая информация. То есть словарь в этом отношении вещь уникальная, словарное дело в Европе и в нашей стране имеет длительную традицию, и поэтому безусловно обращенность словаря к человеку сказывается и продолжает сказываться до сих пор. Поэтому те учащиеся, которые умеют пользоваться словарем, под руководством учителя они этому научились, они остаются друзьями словаря на всю жизнь, и этот словарь им значительно помогает. Поэтому вот такие соображения тоже являются причинами того, что школьные библиотеки нужно пополнять, и пополнять вполне осознанно, осмысленно, руководствуясь определенными принципами, и вот это, собственно, побудило меня согласиться вести этот вебинар и поговорить с вами на эту тему. Потому что, в общем, я не библиотекарь, я профессиональный филолог, и лексикография, наука о словарях является одним из составляющих моей педагогической деятельности, моей научной профессии. Для чего вообще нужны словари в школе? Ну вот я долго думал, когда составлял этот слайд, выделил четыре основных момента, но это вовсе не значит, что эти четыре момента исчерпывающий список представляют собой причин, по которым словари в школе нужны. Это просто то, что вот пришло мне в голову, то, что сообразуется с какими-то моими собственными воззрениями на это, и с какими-то принципами лексикографии, как науки, которые, опять же, мне известны. Ну, во-первых, словари нужны для гуманитарных дисциплин. Это, вне всякого сомнения, учить язык родной или второй, кстати, язык, вот этого нет на слайде, а это тоже так. Литературу и историю без словаря невозможно, потому что при изучении этих дисциплин словарь задействуется как учебная книга, точно так же, как учебник, например, как любой другой образовательный ресурс, в том числе и интернет-ресурс и так далее. То есть это книга, в которой можно почерпнуть сведения, и для гуманитарных дисциплин эти сведения совершенно имеют неприходящую ценность. Но словарь может использоваться и для овладения негуманитарными дисциплинами, потому что, и вот сейчас об этом очень много говорят в связи с анализом результата ЕГЭ по разным предметам, потому что причиной неуспешности ЕГЭ, в том числе по естественно-научным дисциплинам или по точным дисциплинам, там по физике и математике, является то, что ребята не понимают очень многих слов, которые в задании сформулированы. И вот то, что мимо этих слов обычно в обычной учебной деятельности проходят, то есть это как бы такой общий фон, на котором идет учеба, далеко не способствующий углублению знаний по этим дисциплинам. А между тем, этот вот не слишком хороший фон можно легко разрушить, если обращаться к словарю как источнику сведений о непонятных словах, каких-то новых явлений и так далее. Потому что мы вот сейчас на данном этапе нашей беседы говорим вообще о словарях, в том числе энциклопедических, не только о лингвистических, а они содержат, конечно, сведения о всех явлениях, которые могут быть задействованы, в том числе и вне гуманитарных дисциплинах. По-моему, это не вызывает никакого сомнения. Кроме того, есть проблема, эта проблема весьма отчетлива, что нынешнее молодое поколение, в том числе и учащиеся средних школ, достаточно плохо говорят. Задача развития устной связанной речи учащихся сейчас стоит абсолютно насущно, потому что исчезли старые методики преподавания, которые требовали пересказа, которые требовали на первых этапах заучивания наизусть каких-то поэтических, прозаических фрагментов, и которые затем давали толчок развитию собственной связанной речи, вершины которой является, например, ораторское искусство. Сейчас этого нет, и, соответственно, мы нуждаемся в том, чтобы речь учащихся развивалась. Вот словарь, конечно, способствует этому очень существенно, потому что словарь – это не только дефиниция, это не только определение, это еще и обязательно иллюстрация. Причем вот языковые иллюстрации, которые имеются в словарях, в том числе и в энциклопедических, это иллюстрации, как правило, хорошо отобранные, они высокого качества. То есть это иллюстрации, как правило, собранные по разным источникам, относящимся к разным эпохам. То есть это могут быть употребления этого слова, если речь идет о языковедческих словарях, или упоминания этого явления, если речь идет об энциклопедических словарях, там, допустим, в XVIII, в XIX, в XX веке, в научной, в научно-популярной, в публицистической, или там, если нужно, в официально-деловой литературе и так далее. То есть создается целый куст иллюстраций, который, конечно, при ознакомлении с ним внимательным, дает толчок к развитию речи, связанной устной. То есть по этому образцу можно самому совершать речевое действие, можно говорить самостоятельно. Это тоже очень важно. Кстати сказать, на Западе, у нас в меньшей степени, на Западе, в Германии, например, существуют словари специально иллюстративного типа, то есть те, которые нужны не для точного определения какого-либо понятия, а для того, чтобы показать, как это понятие функционирует в языке, в каком окружении оно встречается, в каких контекстах, в каких жанрах, в каких типах речи и так далее. Ну и последнее, это то, что словари, конечно, необходимы в неурочной, в неклассной деятельности. Сейчас школа перешла на проектную деятельность. Вот у меня дочка учится во втором классе, и я знаю, что они делают огромное количество проектов, в том числе по дисциплинам, которые, казалось бы, даже проектную деятельность предполагают в меньшей степени, допустим, по окружающему миру и так далее. И для того, чтобы получить какие-то краткие, емкие сведения для создания проектов, для подготовки реферата, для подготовки сообщения, причем любого уровня, то есть это может относиться к старшеклассникам, где рефераты там проекты и сообщения более развернутые, так и учащимся младших классов, где они фрагментарные и небольшие. Словарь, конечно, дает в этом отношении хорошие сведения, причем эти сведения уже отобраны авторским коллективом, ими можно пользоваться как готовым. Вот эти четыре направления, конечно, определяют роль словаря в школьной библиотеке и в жизни современного учащихся. То есть гуманитарные дисциплины, сведения по негуманитарным дисциплинам, связанные с непонятными словами терминологии, межпредметные связи и развитие речи учащихся, и подготовка рефератов, сообщений, то есть самостоятельная, внеурочная и вне классная деятельность. В постановлении Министерства образования и науки, которое я приводил в самом начале, которое на презентации показано на первом слайде, говорится о словарях ненадлежащего качества. Хотелось бы сказать, что это такое и о чём, собственно, идёт речь. Но мы давайте оттолкнёмся от этой фразы для того, чтобы сказать о том, какие словари, соответственно, нужно считать словарями надлежащего качества. При выборе словаря эти рекомендации относятся не только к людям, профессионально занимающимся книгами, профессионально занимающимся отбором книг, то есть библиотекарям и кругу людей сходных специальностей, но и к любому человеку, который просто, допустим, хочет купить словарь в бумажном виде или хочет выбрать электронный словарь и знакомится с аннотациями и сопроводительными сведениями о нём. Что нужно знать для того, чтобы выбрать словарь надлежащего качества? Во-первых, нужно обратить внимание на то, есть или нет у словаря гриф. Гриф присваивается, как правило, научным, у нас преимущественно учреждениями Российской Академии Наук или изредка наиболее авторитетными учебными заведениями, допустим, Московским государственным университетом, Санкт-Петербургским университетом, Екатеринбургским университетом, Томским университетом, то есть университетами, где есть серьёзные, зарекомендовавшие себя научные школы. Так вот, если словарь снабжён грифом, то это первый плюс, который нужно поставить себе в таком воображаемом листе выбора этого словаря. Второе, на что обратить внимание необходимо, это где и кем подготовлен словарь, то есть в какой организации он сделан и кто является членами авторского коллектива. Слава Богу, у нас достаточно большое количество сведений и о научных организациях, и о авторских коллективах, и конкретно о людях. Есть в разного рода интернет-изданиях информативных, которые об этом рассказывают. Соответственно, можно посмотреть, насколько эти люди авторитетны, в какой области лежит их основная деятельность, и соответственно, соотнести с тем, чему посвящён данный словарь. Третье, на что нужно обратить внимание, это где издан словарь. Потому что словарь бумажного типа или, допустим, электронный словарь, который скопирован или сделан по образцу традиционного бумажного словаря, это прежде всего книга. Соответственно, она и оформлена как книга. В ней есть система помет, причём система помет – это промежуточная зона между сведениями научного характера, потому что набор помет и их расположение в словарных статей – это, конечно, проблема той науки, которая в данном словаре отражена. Но то, как именно оформлены пометы, насколько последовательно они в тексте воспроизведены, насколько они являются обязательными и насколько есть жёсткая и чёткая система их расположения – это заслуга редактуры. Поэтому, если издательство профессионально занимается выпуском словарей, если это не первый их словарь, если разного рода библиографические списки, имеющиеся, и сведения в интернете о том или ином издательстве показывают, что они профессионально и последовательно и долго работают со словарями, это тоже плюс в том же нашем внутреннем прайс-листе при выборе словаря. Наконец, в аннотации каждого словаря указана целевая аудитория, к которой обращён словарь. Соответственно, нужно понимать, что словарь может быть такого ознакомительного плана и, соответственно, обращён к самой широкой аудитории. Это одно дело, соответственно, мы это учитываем. Либо этот словарь является специальным и, соответственно, он может быть востребован только людьми достаточно ограниченного круга занятий. То есть, или если речь идёт о школе, то, соответственно, там учителями-предметниками или детьми, которые занимаются целенаправленно в какой-либо области более глубоко. Это, конечно, тоже важно. В каких-то случаях это вот такая вот широкая направленность будет плюсом, в каких-то случаях минусом. То есть, это нужно смотреть в зависимости от задачи каждой конкретной закупки этого словаря или общения с ним. Каждый словарь, вот это пятый пункт, имеет определённый уровень прогружения в предметный материал. Словарь может быть школьным, он может быть общедоступным, наконец, он может быть специальным. В тех или иных случаях необходимы все типы этих словарей. То есть, для простого ознакомления или там для младших школьников достаточно общедоступного словаря или школьного. А для старшеклассников, и в том случае, если речь идёт о решении какой-то важной профессиональной задачи, а такие задачи тоже встают в современной школе, потому что современное преподавание ведётся на научной и серьёзной научной основе, то специальные словари, конечно, тоже нужны. То есть, должны быть в школьных библиотеках словарей всех типов. Время подготовки словаря играет огромную роль. Дело в том, что словари могут быть новыми, то есть, недавно созданными, новаторскими. Это вовсе не значит, что они готовились в течение одного года, они могут готовиться десятилетиями, но вот, так сказать, завершение работы пришлось на данный период, и вот они изданы сейчас. То есть, до того прецедентов издания подобного словаря не было. Но словари могут быть и переизданными вполне, при этом они могут быть изданными без переработки, либо переработанными, дополненными, исправленными и так далее. На это тоже нужно обращать внимание. Потому что, если это переиздание словаря, который выходил последний раз 30 лет назад, и это переиздание не сопровождалось переработкой, не сопровождалось дополнением, то нужно серьезно подумать о том, а будет ли соответствовать этот словарь тем ожиданиям, которые вы с ним связываете. То есть, об этом нужно серьезно подумать. Иногда, если это словарь классического типа, если он используется, допустим, как иллюстративный материал, не как источник сведений, о чем бы то ни было, а как иллюстративный материал, но классический образец – это, допустим, словарь Владимира Ивановича Даля, живого великорусского языка, который, конечно, как языковедческий словарь сейчас не имеет никакой цены, потому что его языковедческие сведения ныне уже устарели. Но он имеет огромную ценность как источник сведений о развитии языка и о языковых ресурсах середины XIX века, об устном народном творчестве, в котором отражается язык, о том, насколько слово в языке за последние 150 лет использовалось колоритно, ярко, образно, оценочно и так далее. То есть вот для этого этот словарь может быть использован, но не для получения информации о современном состоянии языка. То есть этот словарь будет чисто иллюстративный, ознакомительный, но он не может функционировать как толковый словарь, как источник сведений о значении, как источник сведений о языке. Это нужно понимать. Тоже относится к репритным изданиям словарей. Это издания очень полезны, они нужны, профессионально нужны, нужны и в том числе для каких-то школьных целей, но они не могут считаться словарями, дающими научные сведения. Это тоже нужно понимать. Вот на эти факторы нужно обращать внимание и соотносить их с тем, для чего этот словарь приобретается, покупается и для чего он нужен. Какие словари нужны школе? Ну, я бы советовал, и это вот моя принципиальная позиция, что в первую очередь нужны словари академические и авторитетные вузовские, то есть те словари, которые подготовлены хорошими авторскими коллективами Российской Академии Наук или научными коллективами крупных российских вузов, потому что в этих словарях содержатся абсолютно достоверные сведения, отобранные и оцененные профессионалами, и даже если есть какие-то спорные моменты, то эти спорные моменты всегда специально оговариваются, они обозначаются в предисловии, они сопровождаются соответствующими пометами и так далее. То есть разного рода вот такая вот бинарность, то есть когда возможно одно и другое, в академических словарях всегда подается очень корректно, в то время как в словарях других типов изданий может, допустим, из равноправных вариантов выбираться один и продвигаться как единственно правильный. Вот это нехорошо, и поэтому, конечно, лучше ориентироваться на словари академические, авторитетные вузовские. Школьные словари тоже иногда бывают, не всегда, но часто бывают, бывают, если они созданы ведущими учеными, бывают очень удачными. Я, когда у меня будет слайд, посвященный школьным словарям, вот я там выделил несколько школьных словарей, которые совершенно не уступают по подаче материала, по глубине раскрытия тем академическим словарям. Ну и, наконец, нужно помнить, что школьные библиотеки в особенности, да и личные библиотеки каждого человека, нужны словари как энциклопедические, так и языковедческие, то есть словари разных типов. Прежде чем мы начнем говорить о современных словарях, мне бы хотелось буквально несколько слов сказать и проиллюстрировать эти слова слайдами о богатствах отечественной лексикографии. Дело в том, что вот наша лексикография российская, это одна из тех областей, которыми нужно гордиться. Мы впереди планеты всей, не только в области балета, да, как с юмором поется в песенке, но и в составлении словарей. Хотя, конечно, наша традиция составления словарей не самая древняя, мы уступаем в этом отношении Великобритании и Германии, но то, что наша лексикография, которая начала развиваться основательно, не фрагментарно, а основательно с конца XVIII века, за эти годы проделала огромный путь и стала настолько высоко профессиональной, что обогнала во многих странах и немецкую, и английскую лексикографию. Это не вызывает абсолютно никакого сомнения. Наша лексикография, во-первых, очень системна по своему строению, во-вторых, она глубоко проникает, и это ее задача, в избранный предмет, и в-третьих, она чрезвычайно обширна, то есть она включает в себя словари разных типов. Вот мне хотелось бы обратить внимание на некоторые, но наиболее важные достижения отечественной лексикографии, о которых мы нечасто говорим и забываем, а между тем эта вещь совершенно замечательная, это предмет гордости, памятник культуре и науке России. Вот это первый большой словарь, который вы видите сейчас на слайдах, словарь Академии Российской, который начал создаваться академией вот этой, не академией наук, а академией, которую возглавляла Екатерина Романовна Дашкова, и началась работа над этим словарем, конечно, по образцу словаря французской академии, по указу императрицы Екатерины II. Словарь получился чрезвычайно насыщенным, наполненным, и над его созданием работали крупнейшие умы, ну, что говорить, если это было Новиков, и Фан Визин, и сама Екатерина II, и все крупнейшие авторы второй половины XVIII века. Этот словарь был гнездовой, то есть слова в нем располагались не по алфавиту, но по алфавиту шло гнездо, а внутри шли все производные слова, там, допустим, существительные, образованные от него прилагательные, шли в одном гнезде. Это было не совсем удобно для поиска, поэтому сразу же после первого академического словаря стал выходить словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. Вот это был грандиозный совершенно замысел и грандиозный словарь. И вы видите, что 16 лет продолжалось издание этого словаря. Были, правда, связаны с ним курьезы. В один определенный момент, когда его возглавлял знаменитый адмирал Шишков, из него изгонялись многие иноязычные слова, и он был призван хранить лексику сугубо русскую. Этот словарь упоминал Пушкин Евгений Онегин, и помните знаменитые строчки, «Хоть и заглядывал я всталь в академический словарь». Вот речь идет именно об этом словаре. В его создание были вложены все научные ресурсы и все научные принципы той эпохи. Поэтому словарь, даже если считать его недостатком, отсутствие распространенной неязычной лексики, получился все-таки замечательным. Вот в определенный момент, а это произошло, я опустил развитие толковой лексикографии с середины XIX века, потому что все-таки предмет нашего разговора не в этом состоит, но вот когда в 1847 году вышел словарь русского и церковно-славянского языка, который тоже издавала Академия наук, он был четырехтонным, потом сразу через 15-16 лет вышел словарь «Даля». Стало понятно, что обходиться индивидуальными картотеками, какая была, например, у «Даля», уже невозможно. Нужно составлять картотеку, которая бы находилась в Академии наук, и которую бы пополнял не один ученый. И выдающийся русский лексикограф второй половины XIX века Академик Яков Карлович Грот положил начало созданию этой картотеки, продолжил его дело пришедшему на смену Академик Алексей Александрович Шахматов. И вот та картотека, которая и ныне имеется в Институте лингвистических исследований в Санкт-Петербурге, вот вы видите на кадре фрагмент этой картотеки, вот это словарные материалы, которые собирались с 90-х годов XIX века. И пополнялась эта картотека бумажными карточками вплоть до недавнего времени, до 80-х, начало 90-х годов, когда картотеки стали электронными. Это богатейшее собрание иллюстраций из разного типа текстов, посвященные огромному количеству лексики русского языка. Вот на основе этой картотеки и до сих пор создаются многие толковые словари. Основные те, которые широко известны сейчас и которые имеются в школьных библиотеках, основываются на данной вот этой вот картотеке. Первым словарем, который начал создаваться на ее основе, был словарь Грота Шахматова. Это был замечательный проект, к сожалению, не доведенный до конца из-за начавшейся революции выходили отдельные выпуски. И сам замысел перешел впоследствии в первый словарь советского периода, словарь Дмитрия Николаевича Ушакова, под редакцией Ушакова. Это был замечательный совершенно словарь. Он есть почти во всех вузовских библиотеках. Сейчас этот словарь можно расценивать как исторический словарь, потому что вы видите годы издания, последний том вышел на канун Великой Отечественной войны. Но у этого словаря, первого словаря советской эпохи и имеющего все атрибуты словарные этой эпохи, то есть здесь и ленинские цитаты, и сталинские цитаты, и новые слова, как говорят, рожденные октябрем, все это есть. Но с другой стороны, это словарь, который опирался на все богатство лексикографической традиции. С точки зрения построения словарной статьи, с точки зрения ее оформления, последовательности использования помет, строгости, точности, дефиниций, с точки зрения требования отсутствия перегруженности сведениями, этот словарь и до сих пор является образцовым. Ну и что там говорить в авторский коллектив этого словаря, помимо самого Дмитрия Николаевича Ушакова, главы Московской лингвистической школы, входили совершенно выдающиеся люди, это и впоследствии академик Виктор Владимирович Виноградов, и Григорий Осипович Винокур, и профессора Томашевский Сергей Ожегов тоже входил в состав редакционной коллегии этого словаря, то есть это были и языковеды, и литературоведы. Словарь получился совершенно замечательный и долгое время имел научное значение для языкознания. Сейчас, повторяю, его иногда переиздают репринтом и переиздают как-то в меньшем количестве томов, то есть он вообще четырехтомный, но соединяют два тома, но сейчас переиздание этого словаря и оригинал, конечно, это словарь исторический, словарь, несущий печать своего времени и содержащий сведения о вот этом времени, предвоенном непосредственно. Самым большим достижением нашей лексикографии являлся так называемый «Большой академический словарь», который именуется словарем современного русского литературного языка. Он выходил с 1948 по 1965 год. Он получился 17-томным. Сначала он задумывался как гнездовой, первый том у него гнездовой, а затем он стал азбучным. Это был самый полный на вторую половину 60-х годов свод русской лексики. Тоже был создан с учетом всех достижений, всех требований лексикографии, под строгим контролем Академии наук. И в его авторский кликлиф тоже входили люди совершенно замечательные. И справедливо, что составители этого словаря и сам словарь был удостоен в свое время Ленинской премии. А это говорит о многом, конечно. Теперь, ну и сейчас создаются академические словари, толковые, но о них речь впереди. Вот это были страницы нашей истории, страницы, показывающие, насколько наша лексикография богата, насколько она совершенна. И самое главное, ведь составление каждого тома этого словаря, и не просто тома, а даже каждой словарной статьи рождало споры, рождало какие-то научные открытия, принятие каких-то очень важных решений. То есть это не словари-однодневки. И вы помните, какой временной период занимало составление этих словарей? Словарь сделать настоящий, действительно серьезный, не так-то легко. Поэтому вот то, что в России, в Советском Союзе, затем была такая лексикографическая школа, это говорит, конечно, о высоком развитии культуры в целом и словарного дела в частности. Словари в целом делятся на два больших класса, на энциклопедические и языковедческие. Энциклопедические словари содержат сведения о предметах и явлениях действительности, а не о словах. Соответственно, энциклопедические словари бывают общими и специальными. К общим словарям относятся энциклопедические словари и большие энциклопедии. Ну, вот в частности, допустим, в свое время многотомный словарь Брагауза и Фрона, такая энциклопедия. Большая советская энциклопедия, издававшаяся три раза. Большой энциклопедический словарь и так далее. И специальные словари по отраслям знаний, то есть технические, географические, медицинские, в том числе и лингвистические бывают специальные словари. Вот здесь приведены русский язык, энциклопедия, языкознание, энциклопедия, или, допустим, словарь лингвистических терминов. Но терминологические словари в нашей стране были в 60-е и 70-е годы по всем отраслям знаний. Они были и по химии, и по физике, и по географии. Это, конечно, словари, которые содержали ценнейший материал. И самое главное, они были подготовлены очень хорошими специалистами. Вторая группа словарей – это словари языковедческие. И вот в первую очередь мы, конечно, будем говорить о них, потому что проблема недодлежащего качества словарей связана в первую очередь именно с этими словарями. Языковедческие словари делятся на группы в зависимости от уровня языка. Они бывают лексическими, фразеологическими, грамматическими, ну и отдельно стоят так называемые нормативные словари, куда входят в том числе словари, связанные с фонетикой, орфоэпические словари. Самую большую группу составляют словари лексические. Среди лексических словарей выделяют вот все шесть групп, которые вы видите перед собой на экране. Это толковые словари, аспектные, диалектные, словари иностранных слов, этимологические словари и исторические словари. Ну, мы несколько слов скажем о каждом из них. Толковые словари, призванные давать дефиницию слова, объяснять его значение и давать иллюстрацию использования в языке. Аспектные словари посвящены разным аспектам лексики русского языка, то есть это словари синонимов, словари антонимов, словари собственных разного рода слов, то есть, допустим, топонимические словари связаны с названием тех или иных географических реалий, с происхождением этих названий, функционированием и так далее. Диалектные словари посвящены отражению лексики, зафиксированной в той или иной зоне нашей большой страны. Словари иностранных слов не нуждаются в комментарии, понятно, о чём идёт речь. Этимологические словари касаются истории слова, его происхождения, времени вхождения в язык, если это слово заимствовано, допустим, давно, если оно своё, то первоначальному значению корня, с реконструкцией, как чаще всего, то есть с обозначением того, как корень выглядел первоначально и какие претерпевал формальные и содержательные изменения за время функционирования слова в языке. И, наконец, исторические словари – это словари, посвящённые языку тех или иных эпох. В нашей лексикографии, богатейшей, как я уже говорил, есть прекрасные исторические словари, допустим, словарь русского языка XVIII века, словарь русского языка XI-XIV века, словарь русского языка XI-XVII века, прекрасный обиходный словарь русского языка XVI-XVII веков, издаваемый словарным кабинетом Бориса Александровича Ларина в Санкт-Петербурге. То есть это замечательные словари, которые показывают срез русского языка той или иной эпохи. Но, как я уже говорил, и хочу это подчеркнуть, толковые словари прошлых эпох также относятся к числу исторических, то есть их нельзя считать источником сведений о современном языке. В том числе это вот уже упоминаемый мой словарь живого великорусского языка, толковый словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова и классический корпус толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ушагова, который создавался в 50-е годы. Я не имею в виду новый корпус, который обычно выходит как словарь Ушагова-Шведовой. Это словарь, конечно, современный, а классический словарь Ушагова нужно считать исторический. Фразеологические словари – очень интересный пласт словарей, потому что это словари устойчивых сочетаний, которые в русском языке являются средствами его такого очень видимого обогащения. Ну, на самом деле, конечно, русский язык обогащается различными способами, но вот фразеологизмы, такие образные устойчивые выражения, которые мы вводим в свою речь, являются таким, что ли, самым наглядным средством такого обогащения, поэтому фразеологические словари вызывают неподдельный интерес. Среди фразеологических словарей можно выделить собственно фразеологические словари, то есть те, которые касаются устойчивых выражений в русском языке. Это словари этимологические, фразеологические, то есть рассказывающие о том, как такое выражение возникло, и с чем оно связано. Там даются гипотезы. У нас есть замечательный опыт подобного словаря, этимологический словарь русской фразеологии под редакцией Валерия Михайловича Макиенко. Это прекрасный словарь, который отличается еще тем, что он дает разные точки зрения на возможность происхождения того или иного фразеологизма, то есть создает такую целостную картину, которая всегда интересна и дает возможность объективного подхода к той или иной языковой единице. Отдельно нужно сказать о словарях пословицы поговорок, которые выходят с 19 века, я думаю, все вы знаете, не имеет смысла сейчас говорить об этих словарях отдельно, в том числе Владимир Иванович Даль составил словарь пословицы поговорка, и, наконец, отдельно стоят словари крылатых слов и выражений, их большое количество. Одним из первых был словарь о Шукинах, который вышел в начале 60-х годов. Сейчас таких словарей достаточно много. Грамматические словари включают в себя словари словообразовательные, то есть показывающие то, как образовано слово, то есть цепочку словообразовательную. Отдельно стоят словари строения слов, то есть показывающие, как устроены слова, то есть из чего они состоят. Здесь же очень важное место занимают так называемые грамматические словари и справочники, которые граничат с нормативными словарями, потому что они не только дают какие-то грамматические сведения, но и обязательно квалифицируют варианты, то есть показывают, что правильно, что неправильно и объясняют по какой причине. И отдельную группу составляют синтаксические словари, которых у нас немного, но наиболее известен это словарь Золотовой, так называемый синтаксический репертуар русского языка, но я думаю, что постепенно таких словарей будет создаваться всё больше и больше. И как я уже сказал, нормативные словари – это не словари, связанные с уровнями языка, то есть это отдельная группа, но вот тоже они фонетического – это орфоэпические словари ударений, и лексического – это орфографические словари и справочники уровня. Задача этих словарей несколько иная. Если вот весь тот обзор, который я сделал, касался словарей, задача которых – дать сведения о современном состоянии языка, о тех или иных его единицах, об их функционировании, об их происхождении, о том, как эта система выглядела в какую-то эпоху, то, что делают исторические словари, то задача нормативных словарей – показать, как надо. Вот как надо произносить слова и как нужно ставить ударения, такие сведения содержатся в орфоэпическом словаре. Отдельно есть словари ударений, в которых нет сведений о произношении, а есть только сведения об ударении, а в орфоэпическом словаре есть и то, и другое, поэтому, ну вот, если, допустим, вы решили купить хороший орфоэпический словарь, то словарь ударений, если на это нет финансовых специальных средств, можно и не покупать, потому что в орфоэпическом словаре все сведения об ударении имеются. Орфографические словари содержат ответ на вопрос, как писать слово, ну и орфографические справочники содержат, помимо информации о том, как слово писать, возможную оценку орфографических вариантов, если они допустимы, что бывает не так часто, и, что самое главное, квалификацию тех или иных орфографических ошибок. Нормативные словари традиционно самые распространенные в школьных библиотеках, но мне не хотелось бы, сказать, призывать вот мою аудиторию в лице библиотеки к покупке только нормативных словарей, потому что они, конечно, важны, но, повторяю, для школьников нужны и другого типа словарей. Наконец, хотелось бы сказать отдельно о группе словарей, называемых школьными. Школьные словари – это словари учебного типа, которые специально разрабатывались и разрабатываются для потребностей образования. Школьные словари бывают всех типов в соответствии с приведенной выше классификацией, то есть они бывают и лексическими, то есть там толковыми, историческими словарями архаизмов, историзмов, аспектными, синонимов, амонимов, антонимов, паронимов и так далее, с вот этим вот специальной маркировкой. Школьный, школьный там словарь синонимов, школьный словарь и антонимов, школьный толковый словарь, школьный этимологический словарь и так далее. То есть вот они существуют в тех же самых рамках, в которых существует и академическая серьезная лексикография. Наиболее удачно, вот я это специально выделил и хочу это подчеркнуть, если школьный словарь представляет собой не какое-то отдельное издание, а специальную переработку соответствующего большого академического научного словаря. То есть это бывает, ну, самым, наверное, удачным типом. Вот в свое время Александр Николаевич Тихонов составил первый словообразовательный словарь русского языка, двухтомный, это было значительным вкладом в науку в 70-е годы. И он же сам на основе большого своего словообразовательного словаря составил школьный словообразовательный словарь. Возник как бы вот такой вот словарный дублет. Нет, это очень удачно бывает, когда вот школьный словарь является дочерним от академического словаря. Но это совершенно не обязательно, то есть это удачно, хорошо, но не обязательно, потому что могут быть и отдельные школьные словари, то есть и другого авторского коллектива, но которые все равно ориентированы на академический и которые делаются серьезным авторским коллективом. Вот это вот очень важно, применять к школьным учебным словарям те же самые подходы, которые и к большим словарям. Об этих подходах мы говорили в самом начале разговора. Мне хотелось бы специально акцентировать внимание на академических словарях, которые в настоящее время являются наиболее актуальными. То есть вот это современные академические словари, которые, конечно, очень бы было хорошо иметь в серьезных учебных заведениях, но в силу разных причин, наверное, это, по крайней мере, для части тех словарей, которые приведены в этом списке, остается мечтой. Ну, из наиболее легких и удачных являются однотомные словари, потому что, ну, во-первых, они просто дешевле, во-вторых, они как бы удачные для приобретения, компактнее и так далее, и так далее. Вот, это большой орфоэпический словарь, вот, который здесь на слайде представлен. Вот он, сделанный в Институте русского языка имени Виноградова Академии наук. Чудесный современный словарь, вышедший первым изданием в 2013 году, наследующий наш академический орфоэпический словарь под редакцией Рубена Ивановича Аванесова, и, соответственно, вносящий в него корректные коррективы, простите за текстологию, но именно корректные, продолжающий научную традицию и исчерпывающий очень и по словнику, и по набору помет, прекрасно квалифицирующий произносительные варианты и в зоне произношения каких-то звукосочетаний, и в зоне ударений. То есть это очень профессионально хорошо составленный словарь, который не просто украсит школьную библиотеку, а который нужен буквально всем, потому что, ну, устной речью пользуются все, и все учителя, и все дети, и специалисты, и не специалисты, и проблема постановки ударения, проблема произношения того или иного слова возникает почти у каждого человека. Если не ежедневно, то уж во всяком случае несколько раз в неделю, это точно. Поэтому иметь вот такой вот большой орфоэпический академический словарь, конечно, будет очень полезно. Это словарь современный, то есть это словарь уже десятых годов 21 века. И, наверное, еще один словарь, это так называемый большой толковый словарь русского языка, вот он, однотонный, под редакцией Кузнецова, словарь Института лингвистических исследований Петербургского Российской Академии Наук. Он тоже достаточно компактный. Ну, специалисты, для специалистов он, может быть, в чем-то не совсем удачен, потому что в нем минимизировано количество литературных иллюстраций к словам, но для пользователя обычного он очень полезен, потому что он базируется вот на том самом словнике большого академического словаря, который я вам показывал в картотечном виде, в виде вот этих вот ящиков в Институте лингвистических исследований. То есть он является таким отжимом с внесением современных корректив в нашу толковую лексикографию. Поэтому он, конечно, очень для пользования удачен, потому что он и многозначность показывает, и, как правило, дает не литературные примеры, а речения, то есть использование в речи той или иной лексической единицы, поэтому он, конечно, в этом отношении ценен. Плюс у него очень большой словник, то есть это словарь очень обширен. Ну и вот оставшиеся словари, которые здесь есть на фотографиях, это словари, то, что я называю мечты. Их, конечно, иметь было бы необыкновенно, но, видимо, не всегда достижимо. Во всяком случае, нужно знать, что они есть и отсылать к ним учащихся, потому что в крупных библиотеках, конечно, эти словари должны быть. Это большой академический словарь, проект, который длится с 2004 года. То есть, представляете, какое количество лет уже. Еще он не закончен, это верхний словарь. В настоящее время издано 24 тома, подготовлено еще два, и, очевидно, это не последние, будет еще несколько томов. Это самый полный в настоящий момент лексический свод с толкованиями, со стилистическими пометками, с иллюстрациями, причем иллюстрациями и литературными, и иллюстрациями в виде речений современного русского языка. Это, конечно, словарь необыкновенный. Огромное спасибо за него всем создателям Института лингвистических исследований. И второй словарь, который стал выходить в прошлом году, это академический толковый словарь русского языка. Он выходит в Москве, создает его авторский коллектив Института русского языка имени Виноградова под руководством Леонида Петровича Крысина. Это прекрасный и очень профессиональный авторский коллектив. Ну, это словарь, который построен тоже на словнике большого академического словаря, но дающий сведения в более сокращенном виде, но оттого не менее достоверном. Это словарь, который, конечно, было бы очень хорошо иметь вот один экземпляр в школьной библиотеке, потому что он бы решал все проблемы толкования, потому что в нем есть и терминологическая лексика, и большая часть специальной лексики, которая используется в повседневном обиходе. В нем очень интересный принцип отбора иллюстраций, и он, конечно, глубоко продуман в плане и словника, и помет, которые в нем имеются. В настоящее время два тома вот этого вот словаря академического толкового вышло, и будет еще несколько томов. В этом году, я думаю, выйдет третий том. Повторяю, это московское издание. Его можно в магазинах приобрести, можно заказать. Издание очень авторитетное. Здесь нет фотографии фразеологического словаря академического под редакцией Вероники Николаевны Телли, но это тоже очень интересный словарь, прекрасно иллюстрированный, готовившийся долгое время. Он тоже, конечно, заслуживает быть на полке школьной библиотеки, потому что это самый полный и самый разработанный с точки зрения содержания фразеологический словарь русского языка. Вот, как я обещал, на мой взгляд, самые удачные школьные словари языковедческие. Правда, выходили они в разное время, есть из них и самые современные, то есть вот словарь, допустим, Михаила Ростиславовича Львова, школьный словарь, антонимов, он пересдается периодически, или вот словарь Паронимов русского языка, Бельчикова и Панюшевой, он тоже пересдается чаще. Все остальные пока не переиздавались, но это высокопрофессиональные словари, обращенные к школьникам. Если эти словари имеются в школьной библиотеке, то ими вполне можно пользоваться, и до сих пор их можно поставить на первую полку и рекомендовать для решения соответствующих проблем в области языка, нынешним современным школьникам. И я думаю, что в ближайшее время какие-то из этих словарей будут переизданы, ну, с определенными коррективами. Я очень надеюсь, что вот этот вот словарь, школьный этимологический словарь русского языка, Николай Максимович Шанского и Татьяна Александровна Бобровой, будет, наконец, переиздан, потому что это удивительный словарь, он хотя и называется школьным, но Николай Максимович Шанский всю жизнь работал в области этимологии, еще в 50-е годы в Московском университете этимологический словарь под редакцией Шанского выходил отдельными небольшими выпусками, и, конечно, за всю жизнь Николай Максимович собрал огромный материал, и это должен был быть словарь большой, но не получилось его тогда издать, он вышел как школьный, но он очень авторитетный, и он, в отличие от академических и крупных этимологических словарей, очень компактный, но, повторяю, от этого не менее глубокий. К сожалению, нет его переизданий сейчас, пока, но Татьяна Александровна Боброва, я думаю, что это обязательно сделает, потому что это долг памяти Николая Максимовичу, этот словарь действительно достоин того, чтобы стоять на полке каждой школьной библиотеки. Школьный словарь антонимов Михаила Ростиславовича Львова периодически издается, это действительно очень удачный опыт школьного словаря, потому что он, с одной стороны, очень компактный, с другой стороны, он сокращает излишне большой словник большого словаря антонимов, того же Михаила Ростиславовича Львова, то есть в данном случае это вот такой вот дублет. Большой словарь антонимов и школьный словарь антонимов сделан он одним и тем же автором. Прекрасный школьный и темологический словарь русской фразеологии, значение которого не может быть уменьшено, потому что это словарь, посвященный истории устойчивых фраз. Для школы его составили в свое время тот же Николай Максимович Шанский, о котором я уже упоминал, Зимин и Филиппов. Это прекрасный словарь, в отличие от большого и темологического фразеологического словаря под редакцией Макиенко, который я сейчас тоже упоминал. Он сделан несколько проще, но для школьников этого объема вполне достаточно. Самое главное, там нет абсолютно ни тени примитивизации. Это словарь действительно достойный. Прекрасный словарь «Строение слов русского языка» Зиной Ароныча Потихи. Он, к сожалению, тоже не переиздавался, но я надеюсь, что это будет сделано. Вот здесь сфотографировано последнее издание просвещения, были издания до того. Этот словарь как раз очень направленно адресован школьникам. Здесь нет излишней сложности, потому что деление слов на морфемы очень многих составляет затруднение, вызывает некие споры. Этот словарь сделан очень корректно. То есть тут приведены точные сведения. В том случае, если имеются варианты, то это специально оговаривается, что, конечно, для словаря чрезвычайно важно. Особенно для словаря школьного типа. То есть он сделан с уважением к публике, читающей, то есть к школьнику. Прекрасный в своё время был словарь грамматика-орфографический Панова и Текучёва. К сожалению, очень давно этот словарь не переиздавался. У него была замечательная цель. То есть он не просто давал варианты написания слов, то есть как нужно, но он ещё и давал грамматические сведения, где это было возможно, с указанием причины того или иного написания. А это уже вот такая вот учебно-научная задача. И в этом словаре это было сделано очень хорошо. Ну, профессор Текучёв был прекрасным методистом русского языка, и этот школьный словарь являлся результатом его долгой методической деятельности. И последний словарь из вот такой вот школьной серии, которую мне хотелось бы рекомендовать, это словарь паронимов русского языка Бельчикова и Панюшевой. Это чудесное издание, потому что оно впитало в себя опыт работы двух замечательных учёных, опыт работы не одного десятилетия. На кафедре стилистики факультета журналистики Московского государственного университета эти два преподавателя в своё время под руководством небезызвестного Дитмара Ильяшича Розентали занимались разработкой вот такого вот сложного вопроса, как паронимии. То есть однокоренные слова, отличающиеся приставками или суффиксами, которые имеют сходные в чём-то различные значения и такие же употребления. В настоящее время это существенная проблема языка, практического пользования русским языком. В заданиях ЕГЭ есть специальные, посвящённые разграничению паронимов. И вот этот словарь ценен тем, что он даёт не только объяснение разницы вот между такими однокоренными словами, но он даёт очень хорошую иллюстративную базу, прекрасную зону употребления этих слов и, что очень важно, он квалифицирует неправильные варианты, что бывает достаточно редко. То есть можно увидеть сразу, как не надо. Там есть такой особый значок, перечёркнутый кружочек, который показывает неправильное употребление, причём эти неправильные употребления взяты из средств массовой информации. То есть это конкретные ошибки, которые в языке встречаются. Для школьников, особенно старшеклассников, это особенно ценно, потому что в ЕГЭ есть несколько заданий, которые посвящены как раз исправлению ошибок. Вот этот словарь является прекрасным для этого пособия. И ещё мне хотелось бы обратить внимание на словари-справочники для школьников. Как я уже говорил, словари-справочники содержат с одной стороны словники, списки, как правило бывает в словаре, а с другой стороны они содержат дополнительную информацию либо к списку в целом, либо к отдельным компонентам этого списка, информацию разного рода. Ну вот прекрасный, зарекомендовавший себя на протяжении долгих лет справочник по правописанию литературной правки Динмара Ильяшча Розенталя, ценность которого нисколько не уменьшилась и в наши дни, и академический словарь «Грамматическая правильность русской речи» Граудиной, Ицковичей, Котлинской, который содержит все сведения из области морфологии лиси и синтаксиса, которые вызывают затруднения. Есть в ЕГЭ по русскому языку задание седьмое, которое посвящено исправлению разного рода грамматических ошибок. Это задание наименее успешное из всех заданий единого государственного экзамена. Вот этот вот словарь «Грамматическая правильность русской речи» является таким направленным пособием для выполнения этого задания, хотя он создавался задолго до включения в ЕГЭ этого задания и вообще задолго до появления самого единого государственного экзамена. Словарь издается под грифом Института русского языка имени Виноградова Академии наук, поэтому его авторитет не вызывает никакого сомнения. Это, конечно, тоже очень хорошее приобретение для школьной библиотеки. Теперь несколько слов о проектах лексикографических и издательских, связанных со словарями, которые есть в нашей стране, и которые, на мой частный взгляд, заслуживают внимания. Проект «Словари XXI века», то есть, соответственно, издания, которые выходят в рамках этого проекта, имеют соответствующую маркировку. Так и написано. «Словарь XXI века». Издано уже достаточно много. Это зарекомендовавшая уже себя марка, поэтому такие словари покупать вполне можно. Но вот на следующем слайде представлены те словари из серии «Словарь XXI века», которые изданы к настоящему времени и которые вполне достойны стоять на полке школьной библиотеки. Они однотонные, компактные, но при этом очень глубоко подающие материал, где можно найти сведения не только, вот возникают, сведения, которые нужны для сиюминутной речи, но и сведения такого более глубокого типа. А такие проблемы довольно часто возникают, особенно при написании учащимся больших работ. То есть, начиная от сочинений, кончая там какими-то докладами, рефератами, где такая проблема возникает и нуждается в решении. В серии «Словари XXI века» выходили, вот уже упоминаемый мной большой словарь антонимов русского языка, который может вместе с школьным словарем антонимов существовать, «Словарь ударений русского языка». Я уже сказал, это хороший словарь, но если есть большой орфоэпический, вот такой вот, то словарь «Ударений» в принципе уже и не нужен, потому что в орфоэпическом большом уже содержатся эти сведения. Большой фразеологический словарь под редакцией Вероники Николаевны Теллия, прекрасное издание. И чудесный словарь Андрея Анатольевича Зарезняка, академика, недавно ушедшего из жизни, к сожалению. Это уникальное совершенно издание. Оно, правда, несколько сложно с точки зрения вот такого вот прямого подхода, то есть этот словарь нужно изучить. Но он содержит действительно колоссальный объём информации, и хотя он создавался в 70-е годы, он не утратил своего значения и до настоящего времени, несмотря на появление информации такого сетевого характера, электронного характера. Тем не менее, вот Андрей Анатольевич создал совершенно замечательный словарь, в котором сведения по морфологии, конечно, представлены очень обширно. Но в этом словаре нужно разбираться. То есть это тот словарь, которым нельзя пользоваться. Так открыл и сразу получил сведения. Там нужно внимательно изучить предисловие, внимательно изучить систему помет, тогда этот словарь будет надёжным помощником. То есть это нужно помнить. Если учащийся не готов к погружению в словарь, то лучше пользоваться тогда просто грамматическим справочником, ну, например, тем же справочником Граудиной, Ицковичей, Китлинской, о котором я говорил выше. То есть этот словарь не откроется поверхностному взгляду. Теперь вот несколько изданий, посвящённых словарям вообще, которые, в принципе, тоже можно приобрести для ознакомления вообще с лексикографическими ресурсами, которые просто можно полистать в том случае, если вы хотите что-либо узнать о словарях, или, ну, подкрепить своё мнение о том, что, чему посвящён тот или иной словарь, и какие сведения у него есть, имеет смысл его покупать или не имеет смысл его покупать, в каком случае его нужно рекомендовать и так далее. Это книга Леонида Петровича Крысина «Рассказы о русских словарях» и книга Владимира Алексеевича Козырева и Валентина Даниловна Черняк «Современный русский язык. Лексикография». Это относительно недавние издания, которые очень подробно, но без такой вот специальной терминологии и без каких бы то ни было, ну, тёмных для обычного читателя зон, рассказывают и об истории, и, что самое главное, о современном состоянии лексикографии, дают оценки лексикографическим ресурсам и содержат достаточные сведения о лексикографии как науки и о конкретных лексикографических изданиях. Теперь, что касается интернет-словарей. Конечно, их значение будет возрастать, они очень интересны, но нужно помнить, что интернет-издания бывают основаны на достоверных сведениях и специальной научной работе, а бывают словари интернетовские такого сборного общественного типа, ну, вот как Википедия, например, да, построены, которые содержат, ну, в той или иной степени непрофессиональные, а, наверное, и не совсем профессиональные сведения, предположения, догадки, гипотезы и так далее. Соответственно, информационная ценность и надёжность этих интернет-ресурсов различны. Вот это нужно понимать. Вот несколько интернет-изданий, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Вот система Академик. Здесь вы видите перечень на этом скриншоте, перечень того, что есть, то есть какие ресурсы задействованы. Но вы видите, что эти ресурсы, ну, на мой взгляд, достаточно разнородны и несистемны. То есть если вас что-то в этом отношении интересует, вы, конечно, такие сведения получите. Но я бы всё-таки постарался опереться в этом отношении на словарь академический. Но если нет такой возможности, то пользоваться этим, в принципе, вполне можно. Грамота РУ с точки зрения языковедческих словарей, конечно, более авторитетна, но здесь тоже нет системного изложения. И в каких-то случаях нужно обращать внимание на то, к какому этапу. Я говорил в самом начале о том, что один из важных принципов для многих словарей, для отбора многих словарей, год их издания. Особенно это относится, допустим, к орфоэпическим словарям, потому что динамика орфоэпической нормы, то есть изменение того, как можно говорить, как допустимо, что является равноправным вариантом, что является предпочтительным вариантом, что является второстепенным вариантом, с течением времени, ну, весьма существенно меняется. Но если мы возьмем орфоэпический словарь 60-х годов, мы прочитаем, что нужно говорить заржавить, и нельзя говорить заржаветь, то есть это будет вообще отвергаться. Если мы возьмем словарь орфоэпический более позднего времени, то мы найдем заржавить и заржаветь, как равноправные варианты, с предпочтительным вариантом все-таки заржавить. Если мы возьмем большой орфоэпический словарь современный, то мы увидим заржаветь и как архаическая уже форма заржаветь. То есть на протяжении последних 50 лет норма ударения этого слова сдвинулась в языке, и если в интернет-издание загружен, например, словарь орфоэпический, допустим, 80-х годов под редакцией Аванесова, то, соответственно, эти сведения будут не совсем достоверны для современного этапа развития языка. Поэтому этот ресурс работает тогда, когда у него загружен самый последний ресурс. Как вы видите, здесь есть большой толковый словарь под редакцией Кузнецова, о котором я вам рассказывал в бумажном виде, то есть применительно к этому пользоваться можно. Что касается орфографического ресурса, то можно посмотреть здесь, но я бы все-таки дополнительно взял и современный орфографический словарь. Вот это ресурс Российской Академии Наук, и здесь на картинке вы видите Институт русского языка имени Виноградова на Волхонке. Здесь есть раздел словари, и здесь помещены электронные варианты тех словарей, которые выходят под грифом Институт русского языка имени Виноградова. Это просто электронный эквивалент бумажного словаря, поэтому этим ресурсом можно пользоваться также без сомнений, как и бумажным словарем с грифом Института русского языка. То есть вот то, что выложено здесь, это вполне научно, корректно, убедительно и глубоко, поэтому вполне ресурсом Академического Института пользоваться можно. И, наконец, последняя вещь, о которой я бы хотел сегодня сказать в связи с нашим разговором о словарях, это о словарях интерактивных, о словарях, которые составляют словарную статью по вашему требованию. Конечно, с течением времени таких словарей будет становиться всё больше и больше, и это хорошо, потому что это тот вклад, который вносит развитие техническое в лексикографию. Ну вот первый ресурс, который был удостоен государственной премии несколько лет назад, это Национальный корпус русского языка, скриншот страницы первой, титульной Национального корпуса, вы видите перед собой. Национальный корпус работает следующим образом, это не словарь в строгом смысле слова, это ресурс информационный, который на странице поиска по вашему требованию составляет, выбирает информацию, которая вам нужна. Ну, элементарным образом, это информация об употреблении того или иного слова. Допустим, если вы посмотрели значение того или иного слова в толковом словаре, увидели иллюстративную базу толкового словаря, она, если это словарь академически большая, но всё-таки ограниченная, но вы хотите посмотреть более подробно, узнать более подробную информацию, как слово меняло значение, на каком этапе, допустим, это значение добавилось, то значение ушло и так далее. Вы входите в Национальный корпус, вводите лексему и открываете ресурс. Он формирует для вас вот собрание список документов, которые зафиксированы в Национальном корпусе. В Национальном корпусе много подкорпусов, то есть там есть основной корпус, там есть поэтический подкорпус, там есть подкорпус публицистический, подкорпус диалектных текстов и так далее. И, соответственно, вы можете в отдельных подкорпусах или в большом корпусе в целом найти иллюстративные базы. Они будут расположены в хронологическом порядке, то есть цифра, которая будет на первой странице итогового вашего поиска, это последнее употребление. Соответственно, первая цифра, которая будет на предыдущих страницах, это первое употребление. Читая просто эту информацию, от конца к началу вы увидите, как изменялось значение этого слова, как изменялось его употребление, как шло обогащение ресурса и так далее. К тому же вы можете, если добавляете так называемый грамматический поиск, то вы можете использовать только одну форму слова, там, допустим, если это существительное, то только там титульную форму именительного падежа единственного числа. А если вас интересует в целом вот эта лемма, как в поисковике национального корпуса заложено, то вы отмечаете, что, соответственно, что вам нужна не только титульная форма, а форма всех падежей, всех чисел, например, и тогда результат вашего поиска будет обширней, то есть вы можете этот поиск задать. Конечно, в результате формируется не словарная статья, но это прекрасное дополнение к словарной статье, и если вы уже имеете первоначальное знакомство там со значением этого слова, то национальный корпус дает прекрасное разностороннее полное к ней дополнение. Национальный корпус постоянно пополняется. Сейчас этой работой руководит Академия Плонгьян, и там уже содержатся тексты классической русской литературы, начиная от 19 века, начала 19 века, и кончаясь самыми современными публикациями, журнальными. Корпус дает, конечно, огромную возможность, то есть когда вы составляете подкорпусы, с этим можно ознакомиться на главной странице, там есть инструкция, вполне понятная, вы можете задавать национальному корпусу самые разные задачи и получать интересующую вас информацию. Конечно, национальный корпус очень важный ресурс сам по себе, но прекрасно, если он накладывается на основные сведения из толкового словаря, потому что все-таки семантики, дефиниции он не дает, ее нужно смотреть в толковом словаре. Ну, я надеюсь, что я был полезен вам сегодня, и хотя бы то, что, хотя бы часть из того, что я сказал, имела какое-то для вас значение, и если... Сейчас я посмотрю вопросы. Ну, вот, в общем чате не вижу вопросов. Так, вот здесь была дискуссия по поводу школьного фразеологического словаря, действительно, прекрасный словарь Влас Платончий, Анатолий Влас Чужуковых, новгородских ученых, в Новгороде прекрасная школа, школьный фразеологический словарь вполне можете использовать, и если он даже есть в предшествующих изданиях, ничего страшного, но вот здесь указано последнее издание 13-го года, действительно, наверное, с того времени он не выходил. Но там дана только основная информация в большом орфоэпическом словаре, в большом, простите, фразеологическом словаре она более широкая, но для школьника, конечно, и прекрасного словаря Жуковых вполне достаточно. Это правильно. Я, конечно, не все, не все упомянул словари, но вот все, которые, на мой взгляд, важны, я все-таки сделал, и спасибо вам, что вы мне напомнили про словарь Жуковых. Конечно, его тоже можно вполне использовать. Больше вопросов я вроде бы не вижу. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго. Надеюсь, что это не так. Коллеги, давайте поблагодарим сегодняшнего спикера за интересный вебинар. Также благодарю всех, кто принял участие в данном вебинаре. И хотел бы ответить на те вопросы о сертификатах, которые мне задавали. Простой вопрос, что надо сделать, чтобы получить сертификат. Ничего не надо сделать. По вашему адресу электронной почты через некоторое время этот сертификат к вам попадет. Следующий вопрос, что же делать, если сертификат не пришел? Стандартные действия вот такие, пожалуйста. Почитайте. Если ничего не помогает, надо обратиться мне на электронную почту. Из чата я, напрямую из чата я не работаю, но если вы направите мне письмо с точным указанием, какой вебинар посетили и сертификат вам не пришел, то я на него отвечу и постараюсь в ручном режиме вам отправить сертификат. Ну что ж, коллеги, приведено в этом тексте приведено мой адрес приведен где-то. Сейчас я посмотрю. в пункте третьем наверху приведен мой адрес, по которому надо отправить мне запрос. Ну что ж, коллеги, а я с вами прощаюсь до послезавтра. Послезавтра у нас будут целых два вебинара один за другим. Приходите в Директ Академию. Продолжение следует...